Хэй-хэй-хэй! Всем привет, это канал Тупорылая Акула, меня зовут Лимон и я снимаю Alan Wake 2. Так, внимание на светосчувствительность, окей. Все кто эпилептики, лучше отойти. У меня тут написано продолжить, но мы начнем с вами с самого начала, только я проверила один параметр, который меня очень интересует. Игра... Нет интерфейс. О, цензура стоит, нормально. Потому что это было не очень весело. Обычная история сложная. Давайте обычную, как бы, смотрим. У меня здесь, с моей стороны, есть, короче, эти подсказки, но я их читать не буду, поэтому, как бы, не надо. Продолжить. Снова к истокам. Мы... Все мы надеемся на эти истинные истории. Иногда мне кажется, что пока Надежда жива, знать свою историю и вовсе не обязательно. Всю историю и вовсе не обязательно. Я, короче, не знаю, почему субтитры так быстро проходят, и мне иногда кажется, что субтитры немножко разнятся с тем, что говорится. В ужастиках есть только монстры и их жертвы, и уберу или не подарок. Но канон Джарда требует, чтобы каждый персонаж страдал. Пострадаем мы, мы? Челшкуфер. Вот! Я не знаю, что он говорит. У меня английский is very bad. Я надеялся, что история сложится по-другому. Но эта история сожрет нас заживо. История подобна монстру. Монстров много обличий. У меня аж мурашки, похоже, пришли от музыки. Мне нравится. Мне пока все устраивает. Вот о чем я и говорила. Нет выхода. Так темно. Так, чувствую, мне пора приготовиться. Руки на клавиатуру. Мне нужно. Что тебе нужно? Покажите мне. Что тебе показать? Показать тебе выход. Так, все, пошли. Стандартное управление камерой. Это у нас движение просмотра всего, что у нас окружает. ВСД. Это вот у нас передвижение. Хотя, почему это не рассказывается? А, возможно, из-за того, что я уже пыталась посмотреть. Начало. Пожалуйста. Вы слышите меня? Ого. Что это с ним? Ну же, Эд, нечего нам тут делать. Давай, помогите! Вот и пропали. Кто пропали? О чем речь? Сразу предупреждаю, первый Alan Wake Remastered я не проходила. Я хотела! В связи с случаем, то что выходит вторая часть. Но мне сказали, типа, нет, не надо. Так, что происходит? Какие-то звуки. Непонятно, непонятно. Идем. Они что за шепчут? Олень. Не вовремя. Все равно это неприятно. Даже с учетом того, что... Без ничего. Просто неприятно. Буду смотреть и оценивать эту игру дальше. Left shift, чтоб бежать. Ну, спасибо. Хоть это мне объяснили. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, они, наверное, надеются то, что, типа, они, игроки, уже зна-а-а-а-ют, что надо делать. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мы просто смотрим. Cinematic. Улит. Слово. Кеммингуэй. Мы улит. Дерево. Мы несем дозор в ночи. Сразу говорю. Сильно впечатлительным. Лучше это не смотреть. Лучше промотать дальше. Какого хрена. Эд. Беги же. Вперед. У нас имеется в итоге мертвый чувак. Классно. Зачет. Зачетненько. Вот такая вступительная часть. Алла Бейка. Давай. Там у меня еще голос севший. Немножко болит горло. Алла Бейк. Два. Та-да-да-да-да-да-да-да-дам. Я не знаю. Почему-то когда начинается стрессовая какая-то ситуация. Я хочу ржать. Два. Привет, детка. Как дела? У меня все нормально, мам. А ты как? Командировка может затянуться. Прости, что в последнее время я так легко была дома. Мама. Господи, мама. Ты не виновата, что у некоторых руки так и честно. Что случилось? Просто работа. Ладно. А мы с папой как раз смотрим свежую серию Night Springs. Мам, она просто класс. Давай без спор. Пойлеров. Не буду отрывать тебя от сериала, хотя ты и обещала подождать и посмотреть его со мной. Любовь вас обоих. А что делать, если ты все время в разъездах? И я тебя люблю. Передавай привет Кейси и скажи, что будет круто. Логан. Обязательно. Пока, детка. Я не успеваю дочитать слишком быстро. Надо посмотреть, что там со временем. Логан считает, что тебе пора взбодриться. Ехидная девчушка. Интересно. Кого она пошла? Да, вовремя. Давайте я вместе с вами. Ой, слишком. Мы приезжаем в город и тут же обнаруживается новый труп. Это точно не совпадение? Как будто убийца оставил нам послание. Я рад, что мы вместе займем с этим делом Андерсон. Оно просто создано для тебя. Давай ты и возглавишь, и я помогу тебе, если понадобится. Ладно. Как насчет напутствия? Ничего бодрячего точно не скажу. Ну, графика вообще пока что огонь. Мне все нравится. Единственное, мне не нравится, что так быстро субтитры. Я... Вот мы и на месте. На озере Калдренлэйк. На озере Калдренлэйк. На озере Калдренлэйк. Что ж, приступим. Можно что-нибудь пофиксить, да? Давай, допивай свой кофе. Мы должны были встретиться здесь с помощником шерифа, чтобы он показал нам, что вот там машина. Так, где же помощник? Его слопал медведь. Давай-ка я взгляну приглашение. Возвращение 1. Так, еди... Подсказки, параметры, параметры, субтитры меня интересуют. Так. Нет. Нет. Ой, что? Что такое? Ладно, меня это не особо интересует. Мне нужна... Нужна... Интерфейс. Вот. Имя говорящего. Фон не обязательно. Разве нормально? Да ты, серьезно? Тут даже нету этого? Скорости озвучки, блин. Бизит. Ладно. Попасть к месту преступления. Найти шерифа. Давай запомним, как следует, пока лес не поглотил нас. А чё такое еще... А чё они такие огромные стали? Давайте маленькие. Так, F-карта. На карте показаны важные места поблизости. Ты же хотел бы... Ты же хотел бы... В пешку не возвращать. Такого не говорил, Миллиган. Я сказал, что мы оба присматривали запутыв... Эй! Это вы? Агент Кейси, верно? Шериф Бейкер сказал, что вы занимаетесь расследованием. Примерно так. Андерсон. Я здесь, главное. Сага Эндерсон. Я буду вести это дело. Похоже, моего напарника Алана Экейси вы уже знаете. Ох, чёрт. Простите, мэм. Я помощник шерифа Миллиган. Понимаете, я просто думал, когда эти грёбаные федералы наконец покажутся, Миллиган! Федеральный агент уже здесь, Тортон. Мой напарник Тортон сейчас на месте преступления. Он у нас звёзд с неба не хватает. Уже здесь? В каком смысле? Они с тобой? Ох, блин! Они меня не слышали? Слышали, блядь! Расскажите, что произошло. Что вы можете рассказать о том, что произошло? Про сердце не забудь сказать. Как раз собирался, Тортон. В общем, некоторые органы находятся вне тела и жертвы, хотя, по идее, должны быть внутри. Свидетели были? Свидетели были? Ага, парочка приезжих. Интересно, зачем они шниряли по лесу ночью? Ехали с большого города. Очень подозрительно. То есть, мы, конечно, против жителей больших городов. Ничего не имеем, но... В любом случае, не волнуйтесь, Бейкер. Отвези... Отвёз... Куда... Меня раздражает вот это вот. Они... Слишком быстрые эти субтитры. Я даже не успеваю... Короче... Если успеваете прочитать, вы красавчики. Я не успеваю. У меня просто... Мое ораторское искусство ушло... В другую вселенную, видимо. Давайте смотрим тело. Я хочу смотреть тело. Как нам туда добраться? Очень просто. Полезайте через дыру с забори, дальше вниз по склону к озеру и обогните старый магазин. Точно не забудитесь. Только после того, как озеро забр... Магазин, кемпинг и всё остальное... Меллиган, передай им их. Я их жду. Я им всё покажу. Ну... Они слышат Тортон. Встретись с помощником Шеверифа Тортону. Нужно вспомнить всё, что нам известно на теле, пока мы не добрались до места. Хочу убедиться, что всё правильно принимаю. Тут что-то можно найти, типа... Нет? Нужно, как Слендлит, обдумать те факты. Вы можете использовать доску зацепок в Обители Разума. Давайте. Обитель Разума. Это моя собственная версия этой методики. Так я переубираю улики и работаю над делом. Я создаю новое Обитель Разума для каждого дела. Использую в качестве основу образа чутокого ручей. Факты на доске. Всё, что нам известно о предыдущих убийствах. Жертвы. Стоит ещё раз их изучить. Доска зацепок – это ментальная методика, которая помогает саге изучить улики и делать выводы по ходу расследования. Знаете, что-то напоминает мне недавно пройденный Black Set. Да. Так, жертвы. Все жертвы попали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Методы убийства, детали убийства различаются. Единственное, что объединяет – это вздутие, но причины разные, в данном случае травма грудной клетки. Портрет. Классно. О пропаже заявили в 2010 году, в 2012 тело нашли в неглубокой могиле. Обнаружили в озере «Колдрон». В 2018-го кое-какие органы отсутствуют. Рыбы постарались. Судя по состоянию тела, оно не могло провести 8 лет в воде. Обнаружено 2 недели назад. Причина смерти – рана грудной клетки. Надписи на теле нельзя забрать. На двух бедны щенники жертв связывали ремнями. Короче, страшно. Страшно. В окрестностях Bright Falls произошла череда убийств. Чтобы найти душку, нам нужно остановиться между преступлениями. Вы можете рассматривать доску зацепок. Дальше нажать Escape, чтобы выйти. Понятно. Все. Поговорить с кем-нибудь. Типа это цели, которые нам надо сделать. А тут еще, короче, control. А, это цели наши, которые нам... О, тут, кстати, это написано. Что-то. Передсмертные татуировки на тело. Или тело третьей жертвы. Спещрено татуировками. Умийца пытается что-то сказать. Или в каком-то... Все, мой и русский даже вышел из чата. Не то, что английский, еще и русский, видимо. Или в ком-то просто умер художник. Жертвы не обладают схожими особенностями. Кроме года исчезновения. Между нет ничего общего. Возможно, убийца, спортсмен или охотник. Так, травмы грудной клетки напоминают разделку утушим мясником. Синяки на запястьях и ногах. Купок и раны в груди. Сердце отсутствует. Все тела раздуты. Раздуты, скорее всего, из-за воды. Потому что все-таки большинство из них побывало в озере. Синяки на запястьях. Тедлэйн. Стоматолог. Кулаты. Раны. Вздути. Синяки на запястьях. Тело раздута. Обшины. Раны голодной клетки. Буэндис Дэвис. Перси Вуф. Хозяин магазина. Синяки и сердце. Удалено. Странные татуировки. Это, короче, карта. Все на коттедже. Парковка. Ладно. Понятно. Короче, уходим. Андерсон. Я смотрю, ты трудишься во всем. Почти раскрыла дело. Расследование только началось. Давай спустимся по склону к месту преступления. Слушай, Кейлси. Ты сделал меня главный. С чего вдруг? Андерсон, ты себя куда лучше моего. Дела, от которых мы за голову держали для тебя. Что-то там. Зачем ты меня тормозить? Ты на пенсию не собираешься? Забыл, что случается с копией. Устаем сказать, что это последнее дело? Угу. Смеяться, Андерсон. Ну, раз. Я главная. Лестница сломана. Спрыгнуть сможешь? Я еще не старик. А вот я, видимо, да. О, тут что-то есть. Можешь прочитать? Ф. Так. Миррор Пик. Могучая гора вдали. Не нечто иное, как Миррор Пик. Блин, я, кстати, кое-что забыла. Хм. 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 Я, вспоминать на середине просто всего вот этого вот, конечно же да. Почему бы и нет! Ладно. Амм. культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отображаться на тихой глади озера во всей своей перевёрнутой красе. Типа это вон там гора. Ну чё, красиво. А чё у неё? Красивая гора, чё не нравится? Так, побежали дальше. Я надеюсь, долбанная природа. У меня от неё голова раскалывается, сплошно открыто из пространства. Может здесь что-то есть? Нет? Вот тут, кстати, это надпись какая-то. Палаточный лазер озера Колдрон. Озеро Колдрон. Ну ладно, пошли дальше. Ну, мне же интересно, я не играл. Не худшее место, если тянет к рену. Вроде, конечно. Типа здесь можно подниматься. Это как бы тропа, да? Я понимаю. Я понимаю, что я сейчас иду не туда. Ладно. Потом. Потом. Идём. Первоначальность задачи. А это чё такое? Чё? Не нажимается. Ничего. Блин. Нужно было взять зонтик. А я люблю дождь. Хоть одно напоминание о доме. Как думаешь, местные потенциалистки хватит у моего натянуть брезент с меня если хватит с меня кофе? Ну, я додумала слово брезент. Погоди, я имел... На месте преступления. Я не предлагал меняться местами. Не, ничего не понимаю. Объясни-ка ещё разок. Эй! Помощник Шерифа Тортонг, я понимаю. К вашим услугам, давайте раскроем это дело. Дело за магазином. Пойдёмте, я покажу. Он что-то там... ФБР, значит. Да, блин. Круто-то как. Охотитесь за поехавшими сиренными убийцами. Палите направо и налево. Незабываемому от... Серьёзно? А вакансии у вас есть? Тортон, он шутит. Ну что, осмотрим тело? Ну, давай. Хотя я до сих пор ничего не понимаю. Исследовать место преступления. Вот, место преступления. Мы нашли его на столе и ничего не трогали. Ну, понимаете, правила и... Всё такое. Спасибо, помощник Шерифа. Тело не накрыто. Ты проспорила. Ладно, начнём с осмотра нашего кусти. Похоже ли это на предыдущее убийство? Первый шаг. Первый шаг. Осмотреть тело. Да, тело уложено на стол. Ритуально. Мы открыли первое изображение. Поместите его на доску. Зацепите, пока в обитель разума. А можно сразу, типа, я сначала соберу всё, а потом уже... Открывает список собранных саговых улик, чтобы выбрать изображение и добавить его на доступ зацепок. Используйте. Окей. Совпадение. Стоило нам приехать в город, как обнаружился ещё один труп. Совпадение. После добавления изображения на доске зацепок появится новая линия расследования. Окей. Ещё одно тело было найдено в лесу неподалёку от Bright Falls. Просто отлично. Нужно выяснить, связано ли это с преступлением убийства, которым мы расследуем. Окей. Давай. После добавления нового изображения появится новый вопрос. Задачи на доске зацепок посмотреть в целях Control. Рассматривайте доску зацепок дальше и нажмите скей, чтобы завершить задачу. Ну, пока что всё. А чё, блин? У меня вообще ничего нет. При входе в обитель разума игра не останавливается. Мейте в виду, если враги рядом. Это самое клёвое! Вообще, блин! Ну, чё, мы осмотрели тело. Дальше что? Убийца оставил сердце рядом с телом. Куторая, грудь скрыта, сердце удалено. Жертву связали... Связали... Понятно. Окей, всё? Я не хочу в обитель разума. В смысле, блин. Окей. Видимо, только в обитель разума, блин. И чё? Что-то не то. Иду, и куда их поместить? Она сама, блин. Их как-то помещала. Уанн. Уанн. Сердце вынули из грудной клетки. Запястье сезали ровя. Почерк совпадает с другими убийствами. Но в этот раз убийца оставил ремни и сердце. В этот раз у нас больше улик. С учётом этого мы уже знаем о четырёх убийствах. Улики помогли найти ответ на открытый вопрос и разблокировали умозаключение. По мере расследования в целях будут появляться новые вопросы. Жертва, убийца, убийцы. Чтобы увидеть изменение в целях, отложите к контуру. Разузнать о жертве, разузнать об убийце. Наши новые вопросики. Вы можете рассматривать доску зацепок дальше или уйти, чтобы собрать новые улики. Спасибо! Кто жертва? Кто убийца? Нужно больше уйти. На столе много крови. Жертва скончалась здесь. Так, это ещё... Так, всё? Больше ничего здесь не надо? Ну, давай посмотрим сюда. Почему на... Можно? Да. Секунду. Управление. Почему F это использовать, а E это фонарик? Так будет правильно. Всё. Понятно. Надо дальше. Ну, я даже не знаю, куда это поместить. Это скорее... Нет. А, так, тоже сюда. Судя по следам убийцы, их было несколько. Такая себе вечеринка. Несколько нападавших оставили после себя хаос. Убийство спланировано и произошло случайно. Я не знаю. А, у меня, кстати... Задумалось ли убийство именно здесь? У меня ещё есть пистолет, класс! Давай узнаем у этого... О, тут, кстати, чё-то есть. Кто-то бежал в спешке, взбил... Сточи... Сточи... Штати. Кем была установлена камера? Кто-то пил пиво. Не провели здесь некоторые любимые? Чего-то ждали. Окей. Я могу его спросить, кто это? О, вы опознали шерта. Есть предположение, кто наша шерта? Я знаю. Его зали Роберт Нейтингилл, а ген ФБР приезжал к нам лет 13 назад. С тех пор мы не слухали о нём. Ну, до сегодняшнего дня. Нейтингилл. Роберт Нейтингилл. Ага. Вы же были знакомы, наверное. Братья по оружию. Ой, и сёстры. Ну, она классная. Общайтесь с людьми, осмотреть предметы, чтобы собрать улики. Да, вроде всё. Нет. Ты знал жертву? Так ты и знал жертву? В таком виде я его не узнала, да. Ну, мы виделись пару лет в Куантику. Общих дел у нас не было. Он практически слетел с катушек, когда его напарника убили во время задания. Его уволили вскоре после этого. Значки влево. Могу показывать. В обители разума доступна важная информация. Да, я понимаю, что доступна важная информация, но... О, учустите вот бензин. А, давайте... Что случилось после увольнения? Так что случилось с Нэнтегилом после того, как его уволили? Этого я не знаю, только по слухам. Из-за депрессии он начал пить, я выпивка сделала его параноиком, начал выдумывать всякий бред и гнаться за призраками прошлого, а потом исчез радаров. Видимо, он очутился здесь. Думаю, в этой истории все не так просто, но конец у нее не счастливый. Так, значит, он пропал в 2010-м? Нэнтегил пропал 13 лет назад, в 2010-м. Как и прочие жертвы. Определенно списывается. Интересно, что творилось в этом году. Чтобы это не было для местных воспоминаний, явно не из приятных. Я не успеваю их просто продать. Думаю, мы здесь закончили, по крайней мере, пока. Есть идеи? Не уверена. Надо подумать об этом. Ну, пошли в обитель разума, раз тебе надо подумать. Давай. Кэнси Нэнтегил. Это жертва. Был, бешенство его уволили из ФБР. Тоже. Тортон и... Молодец. Имя жертвы Роберт Нэнтингил. Последний раз вы увидели в Брайт Фоллс 13 лет назад. Блин. Кхе-кхе-кхе. Блин. Ммм. Ммм. Преступник хотел, чтобы убийство произошло здесь. Он все подготовил и просто ждал. Он ждал его. Но почему именно Нэнтингил? Он 13 лет считался пропавшим. Почему здесь? Почему сейчас? Откуда пришла жертва? Состав досье. Понять, как думает подразумеваемый. Увидеть все его глазами. Почувствовать то же, что и он. Использовать все знания, чтобы интуиция подсказала мне решение. И я увижу целую картинку. Используйте досье в обители разума саги, чтобы проследить ход мыслей подозреваемых и жертвы. Сага может интуитивно обнаруживать новые улики, составляя досье на интересующих ее людей. Нэнтингил выбрали на роль жертвы. Почему? Я щелкаю, выключаю. Раздается щелчок. Свет погас. Но кто-то здесь есть. Кто-то здесь есть. Это не случайная вспышка жестокости. Это ритуал. И Нэнтингил его часть. Я воспринимаю не как человека, а как емкость для чего-то. Пропавший. Агент Нэнтингил отсутствует 13 лет. Как он здесь очутился? Вернулся из озера, которое было не озером. Темно. Он тоже был там. Пока он не разрешит, мы тебя в озеро не пропустим. Роберт Нэнтингил вышел из озера, а потом его убили. А, ну все, пока что больше ничего. Ну все, пока что, да. Озеро как-то связано с Нэнтингил. Кэсси, давай осмотримся возле озера. Веди. Вот на озеро и отправился. Нам сюда, верно? Ну ладно, я подожду здесь. Ну подожди. А мы пока прогуляемся. Осмотрим местность. Посходим с ума. Опять интуиция что-то подсказывает? Андерсел, что-то приключилось? Думаю, Нэнтингил ушел в этом направлении со стороны озера. Видимо, искал укрытие. Его уже поджидали. У тебя есть соображения? Я бы послушал. Конечно, ничего особо сложного. Нэнтингил был в лесу, один посреди ночи. Возможно, убийцы знали, где он устроил засаду. Затащили его в палаточный лакер, привязали к столу и типа вырезали сердце. Но затем их прервали свидетели. Дело не удалось завершить. Ничего сложного, говоришь? А почему ему вздумалось купаться голышом в это время года? С этим я еще не разобралась. Осталась куча вопросов. Слишком много вопросов без ответов. Не знал, что деревья были такими высоченными. Прямо жуть. Тебе надо почаще бывать. Не спорю, здесь же джиговато. На земле лист бумаги. Следы. Принадежит Нэнтингил. Начинаются под волном. Бессмыслица какая-то. Но здесь все больше ничего. Страница полностью исписанная с одной стороны. Не топографическая печать. Настоящий ретро отец. Напечатали на машинке. Часть трога зачеркнута. Правки внесены. Это рукопись. Страница романа. Послание убийцы. Да. Ее оставили для нас. В тексте речь о нас. Жертвой был их коллега. Специальный агент ФБР Труберт Нэнтингил. А еще они нашли страницу. Первый шажок на пути в кошермарные глубины. Слова. Эти слова воспринимались как послание. Кто-то знал, что они здесь. Кто-то задеял с ними игру. Квашал куда-то. Как тут устали? А он? Даже если они знали, что в ходе нему мы что-то погибнут. Очень интересно. Кто-то следит за нами. Играет с нами в извращенную игру. Ты был прав. Это действительно по моей части. Нэнтингил был здесь. Либо он оборонил страницу, либо убийцы любезно оставили их для нас. Страницы рукописи можно прочить. Мне надо создать образ Нэнтингил. Блин, я теперь не успела дочитать. Я, видимо, сегодня буду весь день. Ну, так себя... Все, блин, всю запись. В лесу мы нашли страницу. Художественный рассказ об этих событиях. Какую роль у них сыграл Нэнтингил? Я несу его слова в своем сердце. Внутри... Внутри... Ужасная правда. До нее нужно докопаться. В тело что-то засунули. В грудную клетку. Надо выяснить, что это. И че ты будешь копаться? Так, прочитаем полностью. Послание. Жертвой был их коллега, специальный ФБР, агент ФБР, Роберт Нэнтингил. Пропал в этих местах 13 лет назад. Теперь он внезапно объявился и сразу погиб во время жестокого кровавого ритуала. Брема в день их прибытия. А еще они нашли страницу. Эту страницу. Первую страницу, но не последнюю. Первый шажок на пути в кошмарные глубины. Сокровенные тайны на краю бездны. Слова, эти слова воспринимались как послание. Были посланием. Кто-то знал, что они здесь. Что они делают. Кто-то затеял с ними игру. Давал им подсказки. Приглашал куда-то. Как тут устоишь? Им нахально предложили разгадать нерушимую тайну. Даже если они знали, что в ходе игры неминуемо пострадают, отказаться было невозможно. А, я мурашки по коже. Так, что у нас тут? Следы под камнем. Это сюда. След остыл тоже сюда, скорее всего. Думаю, что вышел из озера, но рисунок следов какой-то странный. Что-нибудь еще внутри? Что-то скрывается. Вот, вот, написано. И слова складывались в послание. Думаю, я выяснила все, что могла. Нужно провести осмотр тела. Кто знает, что ждет меня внутри. Здесь изучалось все. Нужно достать, типа, тело. Кейси, думаю, в теле Найтсинге что-то найдется. Просим помощник Штарифа, типа, в городской морг. Тот, кто написал это, явно хотел, чтобы мы это нашли, как сцена из трейлера. Кажется, меня трясет. Но в чем смысл? Искажали события, создавали собственный рассказ. Чего? Ой, окажется, мне туда персонажи или зрители. Или все вместе? Убийцы стремятся взять ситуацию под контроль. Хочешь, чтобы все плясали под его дутку, не подаваясь ему. Слишком поздно, я уже увлеклась. Мне нужна следующая глава. А, вот здесь. О, вы вернулись! Отлично! Надеюсь, вы не бляпались в лужу. Я же говорила, наводнение просто жуть. Отправить тело в город. Помощник Шрифа, тело нужно как можно скорее доставить в город для долгих. Нужного осмотра. Ладно, но коронера в городе не будет до окончания дня оленя. Не проблема. Я проведу осна... А, еще звонил Шриф Бейкер. Сказал, что букеры закоются очень дорогой олень. Держите ключ от калитки. Чтобы срезать путь к паркингу выше по склону. Окей, спасибо за ключ. Сэнкс, поехали в Брайс Холлс. Пора пообщаться с свидетелями Букера. Букером. Он есть закусочная, верно? Я бы не отказался от чашечки кофе. Давай попробуем... Звучит неплохо. Я ни хрена не поняла, что произошло. Не считая убийств, вроде как милый городок. Лиса красивые. Гостиница, в которой мы остановились, тоже что-то... Если предоставится возможность, нужно что-то сделать. Андерса. Кончей, увеличить. От помощника с шерифом толку немного, но здесь шериф сможет помочь. Насчет помощников ничего удивительного. Наверка возится с чем-то настолько жутким. Несколько жутким. Что я не успеваю прочитывать слова, и меня это раздражает конкретно. Улики пока не сходятся. Извлеченность сердца, штатив, следы никуда. Штатив от камеры? Чтобы записать убийство? Может быть. А какой смысл отраскивать сердце, чтобы его потом выкинули? Чтобы вставить его на место? Типа, на месте для нас. Вернусь через минуту. Понял. А, в смысле, вернусь через минуту. Мы что, не куда-то туда пошли? А что, куда нам? Где мы еще правильно идем? Кажется, я что-то видела. Заметно. Да, в смысле, я что, не туда иду? Да, я уже поняла. Я уже несколько раз этим воспользовалась. Вот мы и здесь. Давай вернемся в год и встретимся с шерифом. Я думаю, что сейчас мы приедем... А, все, подсказка пропала. Я все никак не могу выкинуть из головы ту страницу рукописи. Я еще не видела, чтобы убийца обращался вот так напрямую. Пока ты отлично справляешься. Благодаря твоей интуиции расследование быстро продвигается вперед. Я не была уверена, стоит ли браться за дело, но мне хочется разгадать эту тайну. Прикольно. Тебе нужно взять что-нибудь из нашего оперативного штаба в домике. Я готов. Я все равно оставлю машину там. Хочу прогуляться к закусочной, чтобы понять, что-то там... Опять. А, типа, это наше... Красивое место, где мы теперь отдыхаем, да? Ладненько, ребятки. На этом мы с вами заходим. Слава был заходим. Я тоже чувствую запах кофе. Не надо. Все. Ну что, мои дорогие друзья, на этом мы с вами заканчиваем. С вами Латту Парелакула. Меня зовут Лимон. Всем до встречи. Всем пока. И это была игра Алан Бэйк 2. Та-та-та. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Негода. Продолжение следует...